Слава нашему Богу! Тема моей сегодняшней короткой проповеди. У меня будет проповедь, я постараюсь вложиться в 20 минут. Бог вездесущий и квантовая физика. Сегодня я обещал дать немножко о квантовой физике. Кто-то может у меня спросить, а зачем она вообще нам нужна, эта квантовая физика? И к чему она нас может вообще привести? Но вы знаете, это все неспроста, потому что это, можно так сказать, крик последнего времени. Очень много ученых через квантовую физику и через другие открытия пришли к познанию Бога. И, знаете, я просто хотел привести такой пример, когда мы в медицинском университете, это любой врач может так сказать, мы проходили высшую математику. И мы тогда задались таким вопросом, ну зачем нам, будущим докторам, вообще высшая математика? Ну там нам раздали такие приборчики, и мы там учились составлять какие-то определенные такие программы. И мы узнали о том, что во всех компьютерах того времени, это было в 90-х годах, программы составляются всего лишь из двух составляющих. Ну это единичка и ноль. И то есть в зависимости от того, где стоит единица или где ноль, можно составлять любые абсолютно программы. И через какое-то время я для себя получил откровение. То есть если программа составляется всего лишь из двух величин, это один и ноль, то, наверное, единица это, я тогда поверил в Бога в 25 лет, что единица это для меня так открылось, что это Иисус. Потому что о нем написано, он есть первый, он есть последний, он есть альфа и омега, он есть первый низ из мертвых. То есть это единица. А я кто? Я ноль. И для себя, ну на самом деле я также нашел очень много подтверждений в Писании, что апостол Павел пишет, я суть ничто. То есть это слова апостола Павла. Но вы знаете, в этом мире мы на самом деле нули, абсолютно нули. Ну многие люди в этом мире мнят себе, что они что-то значат, научились зарабатывать деньги, стали миллиардерами. Но если без Бога, в этом нет абсолютно, ну это абсолютно ноль. Нет никакого смысла. И вы знаете, только с Богом мы обретаем какую-то величину. В том плане, что без единицы я абсолютно ноль, с единицей, ну например, я могу быть или 0,1, да, или я могу быть десяткой. Ну так или не так? То есть это просто пока, да? То есть с Иисусом я могу быть или 0,1, пусть это мало, но это все-таки величина. Какая-то величина. Это лучше, это больше, чем ноль. Вот. Или я с Иисусом могу быть целой десяткой, в зависимости от того, где я встану. И вот здесь это мой выбор. Я могу встать перед Иисусом, то есть бежать перед Ним, и мнить о себе о том, что я, например, какой-то супердуховный, да, о том, что я получаю откровения, да, там, что вот я куда-то еду, меня там люди уже слушают, и я вот перед Богом бегу, и в этом случае я ноль, который бежит перед единицей. Я 0,1. Но если я знаю свое место, да, по Евангелию, если я научился смирению, если я научился идти за Иисусом, я всегда буду десяткой. И смотрите, апостолы, я могу так сказать, что апостолы в определенный период своего, ну, можно так сказать, схождения с Иисусом, я хочу сказать, это нули, которые все время бежали перед Иисусом. Они солились друг с другом, и это было 0,000000, и Иисус Христос где-то в конце, то есть это 0,1 миллиарда. Но когда ученики вошли в состояние смирения, они поняли, наконец, кто такой Иисус, они увидели славу, они увидели невероятное множество каких-то чудес, которые может делать только Бог, воскрешение мертвых, исцеление абсолютно неизлечимых больных, которые от рождения были слепые, от рождения были хромые, от рождения были и так далее, и подобное. То есть то, что медицина не лечит вообще, Иисус их исцелял. И в конечном итоге Он у них на глазах, Его распяли, Он умер, и потом Он пришел к ним в состоянии воскрешения. И они поняли, что это есть Бог. То есть Фома упал перед Ним и сказал, «Ты мой Бог, и Ты мой Господь». И они потом выстроились. То есть потом они уже ходили, Бог крестил их Духом Святым, и они ходили за Иисусом. Они ходили в послушание. И вы знаете, это нули, которые выстроились за единицы. Это что? Один и двенадцать нулей. Что это? Это миллиард. Смотрите, то есть двенадцать учеников в единстве своем превратились в какую-то мощную силу, притом за короткий промежуток времени. За три с половиной года. За три с половиной года мощнейшая сила. Это мощь в миллиард. Ну вы знаете, что происходит? Например, пастор хорошо учит. Собрались евангелисты, собрались пророки, собрались апостолы, и все приходит в какое-то единство. Мы знаем, что мы идем за Иисусом. И вдруг где-то пастор что-то пропустил, и пришел какой-то служитель, который вот просто начал, вот на самом деле, то есть он начал заявлять о том, что у него какие-то вот знания, он какой-то супер помазанный. Ну вот просто все, ну все откровения у него, чрезвычайность там, или он какой-то мощный поклонник, или он молитвенник какой-то, который готов молиться день и ночь без остановки. Я хочу сказать о том, что если мы пропустим, то есть какой-то ноль возомнил себя единицей. И вот, ну, например, мы нули стоящие за Иисусом, и нас, например, уже там 10 человек, и это уже там сотни тысяч, да, ну уже величина, какая-то мощь. И вдруг один нолик забежал перед единицей. Во что мы все превращаемся? Вот из одного нуля мы превращаемся в ноль целых, и потом уже одна десятая. За один момент какой-то, за одно мгновение. О чем я сегодня говорю? Это высшая математика. Высшая математика в Духе Святом. Насколько нам надо бодрствовать, да, чтобы на самом деле, чтобы всей церкви следовать только за Иисусом. Иисус – наша единица, мы нули. Без Иисуса мы ничего не значим, мы абсолютное ничто. Никакого смысла в нашей жизни нет. С Иисусом мы получаем значение. Мы становимся, ну, по крайней мере, поначалу ноль целых одна десятая. Потом я могу стать десяткой, но только вместе. Если мы по раздельности, мы можем быть максимальной десяткой. Но что Библия говорит? Один будет прогонять тысячу, а двое будет прогонять тьму тем. То есть идет вот какое-то вот такое умножение. Трое – это вот так, умножение. То есть это геометрическая прогрессия. Умножается, умножается, умножается. И вот я сегодня хотел поговорить о вездесущности Бога. И вы знаете, об этом написано в книге пророка Иеремии, 23 глава, только 1, 24 стих. Сегодня я только коснусь квантовой физики, которая кое-какие моменты объясняет, к чему-то прикоснулась, к каким-то таинствам, и много ученых пришли к познанию живого Бога. И здесь в 24 стихе написано, может ли человек скрыться в тайное место, где я, с большой буквы, то есть я Бог, не видел бы его, говорит Господь, не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь. То есть это место говорит о вездесущности Бога. То есть Бог абсолютно везде. И вы знаете, я хотел сегодня открыть, недавно я просто нашел это в интернете. Здесь написано об одном, ну это человек из Уфы, это крупный ученый, который стал всемирно известным ученым, профессор, химик с мировым именем, доказал существование Бога. Вы знаете, если вы в гугле вот так введете, ученый доказал существование Бога. Вы просто увидите о том, что на сегодняшний день существует, оказывается, много ученых, которые уже доказали существование Бога, и некоторые из них получили за это Нобелевские премии. Ну то есть это довольно крупная сумма денег. На разработку им выделяется сумма, для того, чтобы они продолжали в этом направлении, потому что начало хорошее. Я просто зачитаю, потому что тут каждая буква имеет значение, химик с мировым именем, всю жизнь занимался проблемами исключительно науки и не предполагал, что его открытиями заинтересуются духовные лидеры. Монография профессора Валитова. Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля произвела шок в научных кругах с февраля 1098 года, то есть это было еще в прошлом веке, находится в 45 научных библиотеках 12 стран мира, в том числе 7 ведущих в университетах США, 2 ведущих в университетах Англии, 2 ведущих в университетах Франции, Токийский университет, 15 ведущих в университетах в институтах Москвы и так далее. В этой монографии научно однозначно доказано 9 новых свойств искривленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений единой теории электромагнитного и гравитационного поля, 16 новых законов, 14 новых свойств гравитационных сил в астрономии. Строгим языком формул Валитов доказал, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Давайте вот мы это запомним. Строгим языком формул Валитов доказал, это башкир, он из Башкирии, он из Уфы, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Прежде считалось, что никакое взаимодействие не может совершаться со скоростью, превышающей скорость света, рассказывает в своем открытии профессор Валитов. Это 300 тысяч километров в секунду. Скорость света – это 300 тысяч километров в секунду. То есть это колоссально огромная скорость. Но оказалось, что есть еще большая скорость. Что электромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют мгновенно. Это было обосновано теоретически, подтверждено экспериментально. А ведь это говорит о существовании во Вселенной какой-то единой высшей силы. Ведь по сути все связано со всем. Профессор Валитов неожиданно для себя получает письмо из Ватикана, от своего папы Римского, в котором говорится, что его святейшество посвящает нажипу Валитову своей молитве и очень ценят те чувства, которые сподвигли ученого написать эту монографию. Причем, заметьте, только после тщательного исследования и солидной экспертизы в Ватикане мы решили вам прислать нашу благодарность. То есть в Ватикане этот вопрос исследований, и потом сам папа написал о том, что это невероятно. То, о чем вы работаете сейчас, это просто потрясающе. Профессор перечитал Библию и Тору и удивился, насколько эти книги сходны. Он выразил восхищение, насколько точно в текстах Божественного Откровения обозначена суть его научного открытия. Мысль материальна, уверен ученый, ее можно мгновенно защесть из любой точки Вселенной. В священных книгах основных мировых религий, говорит профессор, написано, что Бог всевидящий и вездесущий. Прежде некоторые ученые-атеисты часто критиковали именно это определение. Их логика была, на первый взгляд, железной. Поскольку скорость света имеет предел, то Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть садянное человека. Однако оказалось, что мысль каждого из нас материальна, и она намного быстрее скорости света. И это все доказывает. Вот она, квантовая физика. И вы знаете, что здесь сам профессор Валитов пишет про себя? На сегодняшний день профессор Валитов считает себя верующим человеком. Сначала это его слова. Сначала я доказал бытие Бога формулами, а потом открыл его в своем сердце. Слава нашему Богу, да? Это такая очень огромная научная величина. Это действительно на сегодняшний день известный ученый, который заявил, что он христианин. То, что он верит в Бога, то, что он верит в Иисус Христа, и он вычислил это через квантовую физику. И это удивительно. Аминь. И это здорово. Та книга, которую мы сейчас, в какой-то степени мы ее проходим, штудируем, «Включите свой мозг», 21-дневная программа, мы по ней продолжаем работать. Я бы тоже хотел из нее кое-что зачитать. И здесь дается четкое определение квантовой физики. И у квантовой физики есть множество определений. То есть квантум в переводе с латинского языка это энергия переводится. Это движение энергии. У квантовой физики есть множество определений. Но определение, сделанное Никольсом Бором в университете Копенгагена в 1927 году, то есть это почти 100 лет тому назад, считается патриархом определений. Суть его заключается в том, что свободная воля человека является субъективно подконтрольной переменной величиной. Свободная воля человека является субъективно подконтрольной переменной величиной. Попросту говоря, говоря простым языком, вы, мы, то есть мы, управляем сами своим выбором. Мы имеем свободу выбора, и Бог уважает наш суверенитет. С помощью квантовой механики можно доказать, что процесс мышления, осуществления выбора имеет физическое выражение, и его можно замерить, описать математически. То, как вы относитесь к своим чувствам, своим мыслям, с каким вниманием вы к ним относитесь, изменит функции вашего мозга. Правильное отношение. И вы знаете, здесь квантовая физика, оказывается, говорит о взаимоотношениях между людьми и о влиянии мысли человека на материальный мир. Правильное отношение поможет вам избавиться от разрушительных дум и поступков, изменить плохие привычки на хорошие. И что было доказано? То есть на сегодняшний день существует такая аппаратура, которая, как я уже говорил, подробно о том, что она считывает информацию и выводит это на экран компьютера, и можно увидеть, как головной мозг работает. Если поместить одного человека в одну точку Земли, а другого человека поместить вообще, ну, то есть диабетрально на другую сторону планеты Земля, и посадить их на определенный стульчик, подсоединить электроды, запустить вот эти компьютеры, но здесь ученые подчеркивают такой феномен. Между вот этими людьми должны быть взаимоотношения, то есть они должны были знать друг друга хотя бы несколько месяцев. И потом одного человека на другом конце Земли просят думать об этом человеке, который там, с противоположной стороны планеты. Думайте об этом человеке, подумайте от него сейчас с какой-то радостью. Потом подумайте об этом человеке с любовью. Подумайте с печалью. И в тот момент, когда человек начинал как-то вот направлять какие-то там флюиды своей любви или радости к тому человеку, компьютер показывал, что мозг работает в определенной такой последовательности. Там лобная, фронтальная часть, височная доля зажигается одним цветом, затылочная определенным цветом. И я хочу сказать, что происходит. С другой стороны планеты у человека, который там сидит и ничего не знает. Он просто сидит и ждет. его мозг начинает работать в той же самой последовательности. И как вы думаете, сколько времени проходит между вот этими двумя людьми? Никакого времени вообще не проходит. Мгновенная реакция. То есть засечь на сегодняшний день эту скорость просто невозможно. Но ученые определили о том, что эта скорость, она намного, намного раз превышает скорость света. То есть та скорость, которая превыше всех. И ученые пришли к такому выводу о том, что скорость мысли, она распространяется вообще мгновенно. Притом, если я подумал о чем-то, вот эта информация, она распространяется, ее можно засесть с любой части, ну, с любой части не просто Земли, Вселенной. Можете себе представить? И вот это, конечно, оно потрясающе. Я просто хочу какие-то обленные тезисы зачитать о квантовой физике, почему мы это проходим. Есть измерения, которые включают в себя наши пять органов чувств. Есть измерение атомов или электромагнетизма, а есть субатомный квантовый мир, который управляется нашими мыслями. И это самый тончайший мысль, как мир, до которого сегодня ученые докопались. Познание квантового измерения изменили взгляды физиков на линии времени и пространства. Детерминацию всего сущего перевернули представление человека, как о машине, заменяемыми частями. Квантовая физика совершенно отлично от классической, дает объяснение тому, как взаимодействуют атомы и мельчайшие частицы материи. Квантум означает энергия. И давайте просто, смотрите, зачитаю немножко помедленнее, потому что это очень важно. Квантовая физика, если в двух словах, то она говорит о том, что ваше сознание влияет на поведение субатомных частиц. Можете себе представить власть и влияние наших мыслей. Частицы двигаются взад и вперед во времени и появляются одновременно во всех возможных местах. Вселенная базируется на переносе информации, которая осуществляется быстрее скорости света. Невероятно. Феноменально. Главные пять постулатов квантовой физики. Энергия не является непрерывным потоком, но поступает небольшими отдельными единицами. Простейшие единицы проявляются и как частицы, и как волны. Перемещение этих частиц непредсказуемо. Невозможно одновременно установить и местоположение единицы, и ее движение. Мир атомов абсолютно отличен от мира, в котором мы живем. Мы более подробно коснемся квантовой физики на следующее служение. Это будет, знаете, просто какая-то пленая такая глубина. Сегодня я просто хотел немножко вот так прочитать тезисы, привести какие-то примеры. и недавно я смотрел ролики о гонениях на христиан, да, и действительно, где-то это и нас коснулось, потому что мы уверовали, когда союз разваливался, и гонения были довольно серьезные на церковь, на верующих. И вот я расскажу один такой пример, который касается везде сущности Бога. Как-то атеисты собрали такой симпозиум, пленум и вызвали определенную группу христиан, которых они опять в очередной раз захотели просто вот так унизить, ну, как-то вот оскорбить их чувства религиозные, указать о том, что вообще их верования, они абсурдны, и что вообще Библия – это какая-то глупая книга, недалекая книга. И вот когда они собрали этот пленум, они заявили о том, что вот вы, верующие христиане, да, вы заявляете о какой-то вездесущности Бога. Это так или не так? Он говорит, кто-то из пресвитеров встал, он говорит, ну, да, это мы, не мы, а это то, что Слово Божие говорит. Божье Слово говорит о том, что Бог, Он вездесущий, Он всеведущий, Он всеслышащий, многомилостливый, долготерпеливый, ну, раз так написано, мы в это верим. И тогда один атеист, он задает такой вопрос, каверзный вопрос, о том, что если вы утверждаете, вот, по вашим верованиям, что Бог вездесущий, и Он везде, абсолютно, в один и тот же момент времени, тогда где находится дьявол? Вопрос каверзный, потому что, ну, если Бог везде, тогда где дьявол, да, которая абсолютно противоположная величина? И вы знаете, ну, действительно, вот просто, когда повлекут нас на суды, да, Иисус Христос говорит, не думайте, о чем вам говорить, потому что сам Дух Святой будет влагать слова. И один префитер встает и задает на вопрос вопросом, говорит, а я хотел у вас спросить, а в ваших сердцах есть Бог? И атеисты, нету, не, 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 не в наших сердцах, не в наших мозгах Бога точно нету. Вот, и тогда этот, префитер говорит, вот там как раз таки и живет дьявол. Все. Вы знаете, Эйнштейн когда-то доказал о том, что вот темноту, да, ну, как величину доказать невозможно. Темнота – это отсутствие света. Свет можно доказать. Холод – это то понятие, которое доказать физически, измерить его невозможно, ну, просто потому что это, ну, вот в космосе, да, там потрясающий какой-то холод. Холод – это отсутствие тепла. И вот здесь вот на самом деле, это место, ну, вот этот случай, эта ситуация, она говорит о том, что Бог действительно избегает тех мест, где та или другая личность сделала выбор жить без Бога. тогда очень быстро, я хочу сказать, довольно быстро в это сердце или в этот разум приходит обратная сторона. Да, святое место пусто не бывает. Если человек живет без Бога, он автоматически будет жить с дьяволом. Это не изменить. Очень быстро он соблазнится, там, дьявол купит его, там, на какие-то пороки, через какое-то время этот человек будет просто наполнен какой-то злобой, ненавистью к чему-либо, все будет плохо, все будет его раздражать и он будет во власти какого-то того или другого порока. Я хочу под конец прочитать одно место и оно написано в псалтыре. И, вы знаете, конечно, это уникально. Это псалом Давида, который пишет это в поэтической форме на древнееврейском языке. 138-й псалом с первого стиха. Давайте мы прочитаем эту поэзию с первого по шестнадцатый стих. Я заканчиваю. Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от леса Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Мы недавно проходили. Что такое преисподняя? Преисподняя это не ад. Преисподняя это то место, в котором находятся, например, сегодня Авраам, Исаак, Иагов. Это место по-другому называется еще Лона Авраамова. Сойду туда, в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на края моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо Ты устроил внутренности моей и соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивно дела Твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда созидавая меня был в тайне, образуем во глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни и для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. И вы знаете, этот салом заканчивается, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Здесь Давид пишет о том, что Бог, Он везде, Он вездесущий, Он знает наши мысли, Он знает наше прошлое, Он знает наше будущее, все в Его руке. И только тогда, когда, первый псалом, помните, как вообще он звучит? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разоротителей. Но о законе Господа Бога он помышляет, что написано, день и ночь. И вы знаете, это настройка на самом деле. Когда Давид восклицает о том, что все мои помышления, они о Тебе, Господе. Потому что я знаю, что ты знаешь даже мысли. Он входит в такой, знаете, просто в какой-то унисон. Его дух, душа и тело, они устремляются к Богу. И в этот момент Бог исправляет его пути и делает эти пути прямыми. Это очень хороший пример. Когда мы хорошо настраиваемся, на самом деле, на служениях, в молитвенных каких-то наших собраниях, когда мы читаем Слово Божие, происходит какая-то настройка и с помощью, знаете, вот просто, почему квантовая физика для нас имеет значение? Потому что она объясняет силу молитвы. Вот сегодня там, в Чемкенте, мальчик там в ожогах, да, ну просто мы, вот если мы объединимся, мы только подумали и мы уже там. Мы даем поддержку. Наши сердца там, наша боль там, наша радость там, наша любовь там, она его окружает, окутывает, и она его, в какой-то степени, она его поднимает оттуда, вытаскивает из ямы, она его лечит. Потому что мы все, если мы согласились с Богом, да, Бог использует нас как мощный аккумулятор, какое-то средство, через которое он просто проходит, и Богу нужна церковь. Слышите меня? Богу нужна церковь. Бог ничего не делает, прежде не открыв рабам, своим пророкам. Так говорит Ветхий Завет. По Новому Завету Бог поставил церковь, и врата ада не одолеют ее. Мы нужны Богу, потому что мы для Бога, это как, вы знаете, раньше, как ковчег Завета, да, он действовал там, но если вот ковчег врагу остался там на его территории, там кто-то прикоснулся, он тут же умирает. Или открыли ковчег, посмотрели, там тысячи просто вот так мором вот так просто легли, потому что увидели Божью славу, прежде не омывшись, не очистившись. И в этом отношении на сегодняшний день церковь, она именно для этого поставлена. Мы поставлены на земле, как завет, как ковчег Завета, и мы призваны обличать, потому что если мы не обличаем, да, то кто может обличить? Как они могут уверовать, написано, если нет проповедующего? Кого послать, да, ну на самом деле, ну и вот просто на самом деле. Сегодня я просто прикоснулся вот к тому, что квантовая физика объясняет силу и власть молитвы верующего человека. То есть вы можете быть уверены, в том, что, знаете, со мной периодически происходят такие вещи, в том плане, что, например, я могу ночью проснуться, я верю в то, что это Бог меня разбудил, и вдруг я начинаю о ком-то сильно молиться, или я уже просыпаюсь уже в молитве, я за кого-то вступаюсь, я за кого-то молюсь, я за кого-то ходатайствую, я понимаю о том, что что-то происходит. Потом я спрашиваю этого человека, ты знаешь, вот у меня что-то было сильное побуждение за тебя молиться. Он говорит, когда это было? Я называю время. И он расскажет, что именно вот в это время с ним что-то происходило. То есть он куда-то шел, с ним произошло что-то, и вот просто потом Господь там спас, вывел. Что это? Я хочу сказать, это то, что объясняет квантовая физика. То есть человек что-то только подумал, если у нас есть какая-то сердечная связь, мы просто не пропускаете ситуации, мы призваны молиться друг за другом. Написано, молитесь друг за другом, да? Поддерживайте. Немощного вере принимайте вообще без споров. Мы просто призваны покрывать любовью, мы призваны думать друг о друге, сопереживать друг к другу, поддерживать друг другу руки. Аминь или аминь? Вот именно для этого нужна церковь. И церковь это очень сильно. Когда мы вместе, когда мы идем за Иисусом, не бежим перед Ним, а идем за Иисусом, тогда это колоссальная сила и власть. Давайте мы сегодня склоним наши сердца перед Иисусом, попросим Его еще и еще раз, чтобы Он здесь, в Арне, в Болгарии, поставил свою живую церковь, в которой были бы Его слуги, не господа, а слуги, Его рабы, послушные рабы, а не своевольные рабы. Те рабы, которые добровольно вошли в это, хотя они были освобождены, и они сказали, Господь, несмотря на то, что Ты сделал нас свободными, я хочу быть Тебе слугой, потому что Ты показал мне достойный пример. Ты сам стал, будучи царем, Ты стал слугой нам, и мы, несмотря на то, что мы этого не достойны, Ты служишь нам и сегодня. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Благодарим Тебя за то, что, Господь, сегодня Ты говоришь уже нам через ученых, через ученый мир, который открывает невероятные истины, какие-то потрясающие величины, физического мира, в котором открываются такие таинства, о том, что Ты в один момент можешь объять всю землю, видеть нас, читать наши мысли, помогать нам, сопереживать нам, утешать нас, потому что Ты есть Дух утешительный. Ты подсказываешь нам, Ты посылаешь своих людей для того, чтобы кого-то обличить, кого-то поддержать, кому-то сказать очень важные слова в самый нужный момент, когда, может быть, уже ничего не работает, но вот это слово, оно кого-то спасло, кого-то исцелило, кого-то воскресило к вечной жизни. Спасибо Тебе, дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за это вечное Евангелие, Господь, который Ты дал нам. Спасибо Тебе за то, что, Господь, очень непостижимы пути Твои, Господь, Господь, Аллилуйя, Отец. Слава Тебе, Господь, за Твое мощное присутствие на этом месте, за то, что Ты соделал нас в Себе едиными, Господь, за то, что мы имеем разум Христов по вере нашей, за то, что мы имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Мы просим Тебя еще и еще раз исцели этого мальчика, Мишу, который находится в Чемкенте, дай нам увидеть славу Твою, Господь, 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 родители Его, которые, Господь, умоляют сегодня многие молитвенные группы, церкви, о том, чтобы они вступились за эту душу. И очень многие молятся, и очень многие постятся. Подними Его во славу Твоей, Господь, 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 соделывай Его, Господь, мощным сосудом, мощным служителем. Аллилуйя, Отец, дай нам еще увидеть, Господь, и услышать хорошие новости, Господь, о Михаиле. Тебе за все слава, честь и хвала, Господь, мы Тебя за все благодарим и славим. И мы молились на этом месте во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Божий народ скажет Аминь, аминь, слава нашему Богу. Аллилуйя.